приветствую ребят задают вопросы уже где я пропал в принципе нигде я не пропал перегружаюсь умственно в голове перегружается то что мир поменялся все поменялось и надо было как-то это все осмыслить извиняюсь там это осмыслить переварить и так далее поэтому как-то включился в эту тему и вот это все обдумывал конечно до конца ничего такого не обдумал кое-что понятно кое-что непонятно крут куча вопросов что касается самой работы мы работаем в тех же темпах так снимать особо нечего было то что одно и то же одно и то же одно и то же работа есть вроде потихоньку идет сегодня мы мы то есть я другие работы даже машин сегодня хватает правда некоторые водители уехали в отпуск там кто на море кто к родителям там и так далее машина занята все сегодня вот и вчера я приехал с воронежа сегодня вот сейчас вот выгрузился в цапе и еду в дубну это край московской области можно сказать так как бы так вот в разъездах туда-сюда как бы все вроде нормально заработки идут дела другие тоже идут почему хочу перегружать ну почему перегружаясь перестраивать потому что чуть-чуть все изменилось по-моему изменилось и так вот глобально изменилось поэтому как-то надо по-другому это все не знаю почему но так я думаю ладно об этом чуть позже поговорим а сейчас едем в дубну у ребят хорошие места тут такие вот леса это уже тут подобно недалеко и четкая место для отдыха особо никого не бывает природа конечно сильная леса леса березы такие вот здоровые березовые леса в основном вот а я тут уже почти подъезжаю осталось не помню там вот знак висит 20 лет сколько а вот дубна 13 километров вообще осталось это уже скоро сюда вот такие вот леса 2 дорожка гладенькая хорошенькая едешь просто по кайфу расслабляешься вас короче ладно вот такая вся дорога особо без светофора без ничего 90 70 знаки висят и катишься ну что ребят короче я закончил на сегодня с работы я сказал что работа идет как-то в среднем темпе то есть не как-то не улучшается не ухудшается как-то она держится в той поре который в которой началась уже с 2022 14 февраля то есть как какой-то там был скачок можно сказать такой либо спуск у кого как у меня например получился спуск и и она так вот и идет то что сезон например осенний не особо было видно лето это наоборот не сезон ну как-то она тоже вот в одной и той же паре как бы шло начиная можно сказать даже до боевых действий то есть январь февраль и она как-то так по одной линии то есть раньше как-то сезон потом не сезон спад потом опять сезона это как-то так вот одна линия ну как бы вот такие вот дела что хочу сказать по поводу работы я не знаю потому что я слежу за этим всем как бы и не самому интересно что будет вообще с работы с делами и так далее но это я понимаю уже будет понятно и будет уже нарисовываться вот эти дела лишь только когда все закончится пока вот это идет в самом процессе никаких таких особо понятных дел не будет я выявил только одно как бы думал наблюдал за этим и мне как-то такой так как то скажем так скажем дико страшно и и так далее так это не только там за себя там за россию ты вообще за весь мир то есть посмотрел так понаблюдал там другое мнение было мне о демократии у все свободе слова и так далее то есть я думал что в россии действительно такая какая-то жесткая позиция и так далее нет никакой демократии свободы там и так далее а в других странах есть я посмотрел если честно я ну там там тоже ее нету и никогда особо не было так вот людям лапшу на уши вешают что там не так далее но когда надо там прессуют еще по хрячей чем у нас то есть как бы россия даже на фоне этого всего мне показалось более лояльные страна чем некоторые даже не то что там все чем некоторые еще более лояльные где да может есть какие-то страны как там слышал что швеция там норвегия там условия конечно как-то может быть получше там более там соблюдается законность и все остальное а в остальном мире там практически на 90 процентов это вообще не 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 об этом нет так особенно мне смешно когда с украины говорят что у них там какая-то глобальная демократия глобальная свобода слова где прессинг еще хуже чем у нас ладно короче все это можно раз размусоливать мне просто обидно из то что страшновато и все остальное это как-то выразился а просто вот так надо иметь ввиду и надо это учитывать то есть либо строить ту же работу чтобы как-то обходить потому что я вот это все у себя строил строил и в итоге понял до некоторых местах я там где-то ошибся может быть но основа построена на том что я никуда не подключен подключенный имеется ввиду например не знаю там какой-то там вот примеры приведу она подключение это такое более глобальное но примеры например там у вас есть там в яндексе вы зарегистрированы как водитель на такси там аки там или еще что то то есть есть какой-то аккаунт где-то вы подключены где-то это и там даже в том же youtube и как бы сколько вы видели что например там подключали без вообще без непонятно из-за чего все каналы которые им там кому-то не нравится ну вот это вот свобода слова которые мы которую я вот недавно только упомянул то есть кое-что можно рассказывать кое-что не можно это все решает youtube и все остальное то есть как бы демократия демократия типа того и удивляет то что практически все кто как-то где-то подключен все их можно спокойно отключить то есть не знаю поймет кто-то меня не поймет просто нажать на кнопку и отключить вот так вот